шейх вообще в любом деле в исламе да мы должны его делать исходя из знаний в первую очередь чтобы это было искренне во вторую очередь чтобы это было соответствовало сонне чтобы аллах всевышний от нас принял это деяние и такое великое дело как повелевать одобряемое запрещать предосудительное тоже нуждается наверное как и все остальные дела да но одно из самых больших дел потому что если ты здесь что-то неправильно делаешь это может привести к еще худшим последствиям вот брат мусульманин спрашивает мой отец курить сигареты пьет вино будет ли на мне грех если я без его спроса возьму и просто выброшу это бисмиллах альхамдуллах ассалату ассаламу аля расулиллах инкару мункар порицать порицаемое это обязанность каждому мусульманину это не обязанность ни амира не каллия это каждому мусульманину по мере его возможности должен порицать порицаемое и приказывать хорошим производка хорошим здесь тоже если человек может уничтожить этот вино вылет что-то с человеку и разница между отцом и сыном здесь должен более мягче подходить более красиво подходить кала этот к отцу когда порицает отца он должен мягко мягко красиво не так как своим другу или ниже себя человеку или же в жене там ругается отцом тоже ты постоянно пьешь нет все равно уважение к отцу должен остаться и порицать должен правильно не так как некоторые порицают порицаемые не за то что этот порицаем он не принимает его не за то что этот не хочет при за то что он не так неправильно и и порицает от это он истинно принимает из-за этого как говорит абу катада афизола истинно говорит и так горькая трудно принимать истину его говорит еще это еще горьче не делает его своим характером ты покажи себя правильно красиво чтобы истинно принимали она истинно и так трудно его принять еще ты стоим этим упреканием еще хуже его делаешь из этого надо красиво подойти к отцу объяснить что это нельзя хором объяснять когда он ругается остановиться заново повторять а так это если вылил вино вот это вино отца или друга или же любви чьи бы ни не было это не является запретным это и дозволенным и нету греха наоборот он за это получилось то есть должен все таки какие-то тонкости в этих моментах есть например мы сейчас отвечая на вопрос не знаем этого человека как он отреагирует может быть там еще хуже станет это уже человек сам должен смотреть это понимать это мы каждым порицаем должны это смотреть например порицаемые порицать должен знать человек тоже например есть порицаемые когда я его порицаю если я могу его убрать должны это делать если уменьшить но и полностью не убирается тоже должна порицать например я знаю если пойду я на свадьбе скажу это уберет они уберут но полностью ходу ну часто этого порицаемые могут убрать например я должен этого делать а потом есть если я порицаю этот уберет но другой еще хуже и такой же придет грех это момент я должен это взвешивать по шаряту какой из них лучше тот порицаемый который есть или другое или же когда я порицаю еще хуже придет чем это грех тогда я нельзя мне это порицать для этого примере с ибн таймир ахамулах когда монгол татарь ислам приняли сперва мусульман боялись даже встретиться с этим с казаном с техноправителем стресс боялись и даже и мы там и когда пошел на себя отделал и когда тоже уже дух поднялся вместе с ним которые были людей тоже обратно видит пьяные татары пьют сидят пьяные видят они когда вы вернемся говорят этот которые с ними были за нами будем порицать что-то нельзя пить ибн таймир оставь их они когда они пьяные хуже делают они мусульман больше убивают когда чем они пьяные пусть этот оставь и не порицал ушел почему здесь выбрал именно таймир сказал пьяном виде они ходят себя хорошо ведут забывая что людей убивать надо забывая что они делают лучше пусть так они будут чем они будут трезвым видео убивать людей и не порицал вернулся ему теми рахамулах пример когда порицаем и порицаешь если его уберешь еще хуже если будет может надо его оставить к плохим последствия плохим это лучше оставить этого а а а а а а а а а Продолжение следует...